Паразитизм – форма взаимоотношений между организмами различных видов, один из которых – паразит, использует другого, хозяина, в качестве источника питания, а нередко и среды обитания, нанося ему вред. Насекомые подотряда тлёвые, относящегося к отряду равнокрылых, питаются соками растения. Эта тля питается соком соцветия ивы. Тля паразитирует на многих видах травянистых растений, на листьях и молодых побегах деревьев. Клещ питается кровью теплокровных животных. Сидя на кончике травинки, он может длительное время ждать, когда жертва пройдёт мимо. Также кровью теплокровных животных питаются самки комаров, но в отличие от клещей, они весьма активны в поисках своей жертвы. Комар имеет колющий ротовой аппарат и без труда прокалывает тонкие участки кожи. Обратите внимание, как наполняется кровью брюшко этого комара. Многие паразиты питаются кровью хладнокровных водных животных. Например, это рыбья пиявка. Есть паразиты, использующие хозяина не только как источник питания, но и как среду обитания. Так, галовые клещики и личинки двукрылых насекомых галлиц нередко поселяются в тканях растений. Эти животные высасывают содержимое клеток растений, вызывая патологическое разрастание тканей, называемое галлами. Вы видите галлы на листьях дуба. Часто эти паразиты поселяются у основания листа, в области центральной жилки. Тогда галлы образуются на черешке, как в данном случае у осины. Еще одна группа животных, паразитирующих на растениях средней полосы России, это личинки бабочек из семейства листовертки. При помощи шелковой нити гусеница сворачивает лист. Она живет и питается внутри своего сооружения. Здесь же и окукливается. Гриб-трутовик также использует растения как источник питания и среду обитания. Грибница-трутовика, которую вы сейчас видите, прорастает под корой дерева в древесине. С ее помощью гриб черпает из проводящей системы дерева все необходимые для своего развития вещества. Зрелый гриб образует на поверхности дерева плодовые тела, используя его в качестве опоры. Больные и ослабленные деревья часто заселяются жуками-караедами, которые, питаясь древесиной, прокладывают под корой сложные и замысловатые ходы, ускоряя гибель дерева.